На связи с жителями округа. Глава региона провел прямую линию в эфире Радио Наринмар-ФМ. Какие вопросы волнуют население Ненинского округа? Расскажем через несколько секунд. Напряженная ситуация. Сезон летних отпусков тяжелым временем лег на окружной бюджет, но все обязательства по выплатам будут выполнены. С информационной картиной дня в студии Иван Никонов. 16 вопросов за 60 минут. Глава региона провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей Ненинского округа. Игорь Кошин рассказал о приоритетах социальной политики, непростых решениях в условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. География поступивших звонков разнообразна, как и круг вопросов, заданных главе региона. Прямая линия с губернатором Ненинского округа Игорем Кошиным традиционно вызывает интерес. Жители региона стараются задать как можно больше острых и проблемных вопросов в главе региона. Звонят не только жители окружной столицы, но и сельчане. География звонков разнообразна. Индиго, Лабужская, Великовисочная и другие населенные пункты. Среди тем, поднимаем их окружными жителями, возрождение животноводческого комплекса и молочного производства в регионе. С 2014 года приняты разрешения, которые сегодня дают положительные результаты. За пять месяцев текущего года получен прирост по молоку в Ненинской агропромышленной компании на 100 тонн. Мы изменили механизм субсидирования. И на сегодняшний день у нас стали появляться в сельской местности фермеры. Мы возьмем ту же НЕССИ, мы смотрим сейчас по Тельвиске. В этом году уже завез материалы на строительство фермы Алексей Игнатьевич Коткин, это СПК СУЛА. На сегодняшний день Пустозерский сельский совет, мы в прошлом году, вы помните, было принято решение о передаче фермы в агропромышленную компанию. Мы провели там определенную модернизацию. Ну как, наша агропромышленная компания провела там определенную модернизацию. И сегодня увеличивается, не просто поголовье коров, там сегодня увеличивается, мы сегодня, вернее, молочная продукция, Пустозерский сельсовет закрыт полностью. А в город мы привозим творог и, соответственно, масло. Мы пойдем дальше этим путем, и я вас уверяю, что при желании работать у нас везде будут либо это маленькие, либо это большие фермы, но мы обязаны просто себя обеспечить молочной продукцией. Наряду с развитием животноводства в Ненецком округе жители региона волнует вопрос развития стратегических предприятий промышленного комплекса. Если в новых экономических условиях какие-то предприятия уходят с экономической карты округа, то какие-то, напротив, получают укол оздоровления. Среди таких – Наринмарский морской торговый порт. На сегодняшний день данное предприятие не совсем экономически рентабельно, но для нас это просто необходимость, потому что навигация, которая есть, если у нас не будет морского порта, то у нас, во-первых, будет снижен объем перевалки грузов, первое, а второе, что более печальное, цены на эту перевалку вырастут практически на порядок. И я могу сказать следующие цифры. Если взять объем переработанных грузов, то в 2014 году это было порядка 50 тысяч тонн, то в прошлом году уже было порядка 135. План на 2016 год – порядка 150, но это план. На самом деле более важное то, что мы заказали проект реконструкции Наринмарского торгового порта. Нам необходимо привести в порядок два причала с тем, чтобы порт был настроен на работу 250-350 тысяч тонн в год. Больше необходимости у округа нет. До 2019 года необходимо реконструировать причалы порта. Сегодня готовятся проектные документации, после чего перейдут к поиску источников финансирования работ. Строительство причалов необходимо не только на территории порта. Жители округа просят главу региона поспособствовать решению вопроса о строительстве хотя бы элементарных мостовых на берегу реки, куда причаливают пассажирские теплоходы. Честно скажу, что на сегодняшний день ни проекта по обустройству, ни плана пока нет. Вот выйду сейчас из эфира, поручу нашим строителям совместно с районом этот вопрос отработать. На самом деле вы правы, должен появиться у нас наконец нормальный причал. А то мы везде рассказываем о том, что мы столица Русской Арктики, а ходим по песку по колено. Это неправильно. Тему строительства причалов продолжила тема строительства дороги Наринмарусинск. 82 километра трассы одновременно построить невозможно, отметил Игорь Кошин. Проект не только трудоемкий, но и финансово затратный. Поэтому строительство разбито на несколько участков. При софинансировании из федерального бюджета сейчас ведется строительство четвертого участка в планах начала работ на третьем участке. Свои условия диктует экономика как страны в целом, так и округа. Первая задача, которая стоит, это вовремя выплатить зарплату бюджетникам и отпускные. Вы знаете, что у нас летние месяцы, у нас пиковые нагрузки на бюджет, на выплату текущую зарплату. Поэтому в первый приоритет зарплата отпускные, капитальные текущие ремонты образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, дальше уже стройка. Поэтому вот наша задача. Несмотря ни на что, социальная поддержка граждан в приоритете окруженных властей. Не исключение и летняя кампания по оздоровлению детей. В этом году на данные цели выделено 94 миллиона рублей. На эти средства смогут отдохнуть и поправить свое здоровье 335 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 545 семей проведут летний отдых по путевкам мать и детям. Если одни собираются в летние отпуска, то другие, выпускники школ Ниньского округа, думают о поступлении в ВУЗы. Многие еще не определились с выбором профессии. Игорь Кошин рассказал, в каких специалистах нуждается наш регион. У нас округ, на самом деле, если брать экономику, то это природные ресурсы и недропользование. Это сельское хозяйство, переобатывающая отрасль. Это бюджетная сфера. Это сфера управления. Вот, собственно говоря, и все. Сферу управления мы в последнее время сокращаем. Мы предпринимаем полномочия и, соответственно, у нас уменьшаются и убираются излишними проленческие структуры, которые дорого обходятся нашим многоплательщикам, а результата нет. Именно поэтому было в свое время и сделана реформа, был 95-й закон. Поэтому вот в этих сферах надо себя искать. В течение часа прямого эфира главе региона поступило 16 вопросов. Звонки продолжали поступать и по его окончании. Игорь Кошин отметил, что открыт для жителей Ненецкого округа. Обратиться напрямую к губернатору можно не только в ходе прямой линии. Ежемесячно он проводит прием граждан. Активно общается в социальных сетях. Задать вопрос можно и по телефону горячей линии. Исполнение окружного бюджета в июне будет напряженным. Это связано в первую очередь с наступлением летних отпусков. Об этом на оперативной планерке при губернаторе региона сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. За минувшую неделю в казну региона поступило 32 миллиона рублей. Это налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. В то же время расходов было осуществлено на сумму 277 миллионов. Самые большие расходные статьи, порядка 108 миллионов рублей, это субсидии учреждениям образования и здравоохранения на выполнение госзаданий, плюс субсидии на иные цели. Также 28 миллионов рублей направлено на социальные выплаты населению. Государственный долг по-прежнему составляет 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Хочу сказать, что на июне у нас будет очень сложное финансирование расходов, поскольку на кассовые расходы у нас не хватает порядка 400 миллионов. Мы будем уменьшать лимиты финансирования. Хочу обратить внимание всех ГРБС, что в июне осуществлять только выплаты первоочередных мероприятий. Дороплата отпусканы. Мы не уменьшаем лимиты на капремонт и школы. Школы должны быть, и детские учебные заведения должны быть подготовлены к 1 сентября. С такой расстановкой приоритетов согласился и глава региона Игорь Кошин. Когда мы стоим перед выбором платить зарплату чиновникам или платить зарплату бюджетникам, я бы все верил, бюджетник находится в гораздо большем приоритете. Кроме того, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко доложила информацию о соблюдении нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. По итогам первого квартала текущего года из 21 муниципального образования не выполняют норматив 2. Город Наринмар на сегодняшний момент по выполнению 31 миллион и Хривирский сельсовет на сумму 186 500. С 1 июня приказом по департаменту приостановлено перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к Хривирскому сельскому совету до выполнения норматива. Мы понимаем, что очень большая работа проведена данным поселением, но в целом все правила одинаковы для всех. С начала года в Ненинском округе зарегистрировали более 20 подрядчиков-недропользователей. Проверку организации, работавших в интересах недропользователей на предмет их обязанностей, регистрировать свои структурные подразделения на территории региона проводит межрайонная налоговая инспекция по Архангельской области и Ненинскому округу. По словам начальника инспекции, за последние две недели на учет встали 7 организаций, в стадии проверки еще 32 организации. Регион заинтересован в регистрации компаний, поскольку это дополнительные налоговые поступления в окружной бюджет, а также пополнение банковакансий местной биржи труда. Сейчас центр занятости готов предложить безработным 579 вакансий, из них более трети представлены нефтяными компаниями и их подрядчиками. Работать в отрасли пошли 44 жителя региона, еще 20 будущих нефтяников заканчивают обучение на бесплатных курсах профессиональной подготовки, организованных Центром занятости населения. В целом напряженность на рынке труда постепенно снижается. На сегодняшний день уровень безработицы составляет 2,8% от экономически активного населения. Коэффициент напряженности – 1,4 человека на вакансию. 9-классники региона сдают основные государственные экзамены. Первый обязательный по математике позади, сегодня его сдавали почти полтысячи выпускников 9-х классов. Экзаменационная волна накрыла 9-классников региона. Наряду с выпускниками 11-х классов они сдают основные государственные экзамены, или, как говорят еще, проходят государственную итоговую аттестацию. Сегодня ребятам предстояло сдавать ОГЭ по математике. Перед началом серьезного испытания наша съемочная группа отправилась в третью школу, чтобы пожелать выпускникам 9-х классов ни пуха ни пера. На входе в школу предъявили паспорт в аудиторию только по спискам. Школа номер 3 этим днем стала пунктом проведения основного государственного экзамена для девятиклассников. 107 ребят из 4-й, 6-й школы и школы имени Антона Пырерки прибыли сюда, чтобы пройти государственную итоговую аттестацию. Перед началом серьезного испытания еще раз инструктаж. Затем переворачиваем, пишем до конца. Если не хватает места, тогда уже поднимайте руку и просто у меня второй план. На этот пишем, смотри, следующий есть. На столах ничего лишнего, никаких телефонов и прочих гаджетов, только ручка, линейка и карандаш. Чтобы избежать каких-либо нарушений и сохранить результаты сдачи экзамена объективными и прозрачными, в этом году процедура прохождения ГИА ведется под видеонаблюдением в режиме офлайн. То есть математика и русский язык – это экзамены, которые обеспечивают получение тестата об основном общем образовании, поэтому здесь должно все быть честно. Наряду с видеоконтролем процедура сдачи ОГЭ проходит под неусыпным контролем независимых наблюдателей. В этом году практика общественного наблюдения за ходом ГИА и ЕГЭ вызвала большой интерес у студентов и переросла в целое движение – корпус общественных наблюдателей. Наталья Пинежская, студентка техникума и сама недавно сдавала ОГЭ, помнит, как это волнительно. Мы смотрим, чтобы все двери были запечатаны, сидим на экзамене, чтобы инструктаж был проведен правильно и чтобы во время экзамена ничего не было нарушено. Ровно в 10 по аудиториям разнесли контрольно-измерительные материалы. На основной государственный экзамен девятиклассникам отведено 4 часа. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих дней, а 3 июня ребят ждет уже следующий основной государственный экзамен по русскому языку. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Ненецком округе определили лидера года. Региональный конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее активных, талантливых и творческих работающих лидеров детских и молодежных волонтерских объединений, руководителей школьного, студенческого самоуправления, советов молодых специалистов организаций, предприятий и учреждений. Конкурс проводится в два этапа и в двух возрастных группах. По итогам заочного этапа отбирается по два лучших конкурсанта в каждой возрастной категории, которые допускаются к очному туру. По итогам первого этапа в первой возрастной категории в финал вышли Екатерина Тарасова, активист творческой студии «Чудо-ручки», и Артур Литвиненко, активист военно-патриотического клуба «Белый медведь» при Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова. Во второй возрастной категории Марина Литкова, руководитель военно-патриотического клуба «Поиск» поселка Красное, и Владимир Абрамов, активист регионального отделения Российского союза молодежи. Лучших из лучших определили в финальном этапе. По итогам конкурса победителем стали Тарасова Екатерина и Марина Литкова. Согласно положению, Екатерина Тарасова признана кандидатом на премию президента России. Она стала седьмым заключительным кандидатом на премию, который выбирается согласно результатам региональных конкурсов. Пони дали потомство В конно-спортивном клубе «Фортуна» пополнение. Жеребенку несколько дней, но он уже уверенно стоит на ногах. С начала отельной кампании в оленеводческих хозяйствах Ненецкого округа родилось порядка 60 тысяч телят. Это 83% от ожидаемого прироста поголовья, который по оценкам специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и АПК округа в 2016 году составит не менее 72 тысяч голов. Компания по отелу оленей в Ненецком округе продлится до середины июня. Ожидается, что прирост поголовья оленей увеличится почти на 10%. В прошлом году в хозяйствах округа родилось 64 800 оленят. Новое потомство даст возможность увеличить поголовье оленей к началу 2017 года не менее чем на 3% в целом по округу. Первый теленок в 2016 году появился на свет в ночь с 31 марта на 1 апреля в бригаде СПК «Индига». Первый олененок на острове Колгуев, где в течение нескольких зим наблюдался массовый падеж оленей, родился 26 апреля. Более раннему отелу способствовали в том числе благоприятные погодные условия. В конно-спортивном клубе «Фортуна» долгожданное прибавление. Шетландская пони по кличке Леди в четвертый раз стала мамой. В минувшее воскресенье на свет появилась девочка-пони, которую местные ребята назвали Букля. О том, как чувствует себя мама и новорожденная, узнала наша съемочная группа. Увидеть Буклю оказалось непросто. Мама ни за что не хотела бросать ее одну в конюшне, а малышка боялась выйти во двор. Руководителю конно-спортивной школы Ирине Савариной пришлось на руках выносить маленькую пони. Вот наш товарищ, иди, покажись миру-то. Букле всего два дня от роду. Это и ее первый выход в свет. Родилась она у нас ночью. Мы вот прибыли с боржи, приходим, а у нас уже стоит подарок. Ну, мы заметили уже, у нее было опущение живота, что она сейчас должна была на днях родить. Родила благополучно, родила сама. Сама без ветеринаров? Без, без, без. Они наблюдали только за нами. Все. Родилась в срок вовремя. Совершенно здоровая. Килограмм 30 весу точно есть. По словам ветеринаров, животное чувствует себя хорошо. На аппетит не жалуется. Пока молодая мама будет находиться в декретном отпуске, а уже через год сможет выйти на работу. Сама малышка наберет нужный рост и вес только к 4 годам. Мы сейчас сделаем вольеры для лошадей, сейчас будет потеплее. Естественно, мы выведем это. Кажется, городу это очень интересно, детям интересно. Поэтому для того и привезли лошадей, чтобы детей приучать к животным. Маленькая букля – не единственное пополнение. Накануне в конно-спортивный клуб привезли еще трех породистых рысаков. Все они – участники и призеры различных конкурсов и соревнований. Уже на следующий день они вышли на тренировку. Они все в основном взяты возрастные. Лошади взяты специально для детей. Они по законодательству должны быть от 8 лет. Единственный молодой конь взят в этом году именно для прыжков и соревнований – это Вояж. Шестилетка. Балтика. Балтики – 10. Манхэттен – 10. Самая старшая – Фиджи – 12. И Волковера тоже – 10. Для маленьких наездников это не просто развлечение. Конно-спортивный клуб – активный участник городских праздников, различных мероприятий, а в будущем планируется проводить и соревнования. Для этих целей построят специальные манежи. А пока каждый сможет навестить буклю и породистых лошадей в конюшне конно-спортивного клуба. Татьяна Поздеева, Татьяна Шапова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И это вся информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...